Добрый новый день сухопутного яхтинга. Вчера мы полностью закончили шкуровку и сегодня мы приступаем к началу съема вала грибного винта. Вот он этот вал. Вал нам нужно снять для того, чтобы заменить подшипник утреч, он по идее там внутри стоит и чтобы открыть вот этот коноторез. Но не так-то просто этот вал снять, нам будет мешать перо руля. Поэтому для начала мы должны опустить перо руля на землю. Сейчас нужно добраться и снять вот эту ступеньку. 8 саморезов плюс герметик. Инструмент уже ждет, погнали крутить. Там какое-то резиновое кольцо должно быть, точнее там стоит, но течет. Так я его и не нашел, не заменил. Все время забывается такие мелочи. Я думаю, довольно тяжело его сейчас подобрать. Эти ременевые штуки старые уже не в ходу. Я за кадром шурупан нашел, чтобы все это было легче откручивать. Вот такая вот ступенька. Мы ее спустим вниз, чтобы там ее нормально отмывать. Как ты помнишь, я здесь использовал бутылку для защиты от влаги. Сохраню-ка я в ней болты, саморезы точнее. Три получается длинных были здесь. Один здесь, один здесь, один вот здесь. Довольно тут грязненько, надо будет все отмывать. Годами здесь скопилась грязь и болотца, потому что нихрена герметик уже не работал. Наложен новый. Я сюда добирался исключительно для того, чтобы достать вот этот пин. Он держит перу руля. Баллер руля, вал сам, у нас из стеклопластика, из эпоксидной смолы. А это вот верхний опорный подшипник. Сейчас я КТ попрошу пошатать, а сам посмотрю, как оно шатается. Ну чё, шатай вправо-влево. Вперед-назад. Всё, КТ там отмывает всю вакуум-баллеры. Наша с тобой задача скинуть автопилот. Вот этот вот сегмент, квадрант. О, видишь, сразу вода сюда льется. КТ. Видишь, там не герметично тоже. Ну какие дела. Надо капать через отверстия от болтов, которыми держалась крышка. Это нормально. Я думал, вот отсюда через Баллер. Я приступаю к сниманию автопилота. Для этого мне надо будет сделать везде меточки, снять датчик положения угла, снять привод и раскрутить четыре болта всего лишь на всего. И вот этот вот сплинт выбить. Петчерка. О, там. Резинкаин. Я сюда. Требен. Аэээ. Моя хоро. Ятапис. Там. 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 что сегмент снят автопилота кстати еще какое-то отверстие сначала не неправильно пробурились что ли блин уроды очень странная фигня а теперь предстоит снять нижнюю но нижнюю снять это большая проблема потому что вот эта штука этот наконечник он у меня в роши здесь не знаю получится ли снять раскрутив только с той стороны в любом случае сейчас разбираю кровать для лучшего доступа и погнали больше меток не так много не бывает ну что попробую выдавить вот этот шплинт на самом деле бахнул бы кияночкой здесь где-нибудь но у кияночки нет финальный штрих остался прежде чем мы будем ронять перу руля нужно извлечь вот эту штукенцию а как но она легкая на самом деле все лови там я расплинтовал сейчас буду доставать я готова а выходит а вот так потому что видно это медленно и концов уже подшипник конечно все требует обслуживания что вы хотели девяносто восьмого года тут немножко ракушек мы конечно чистим здесь все загрунтуем дальше я думаю что вот эта втулка терапластовая а это оказалось просто колечко защитная хорошо как здесь все устроено я не понимаю 5 принципиальную схему где-то здесь вот просвечивается номер попробую погуглить стоит такое кольцо он же подшипник резинка вроде живая мертвая но нирваная вот с этими втулками не непонятно тут видно все-таки износ видно вращение чуть-чуть как будто бы он здесь тоже крутился не только вот тут внутри этого рабочая поверхность вот она должна крутиться поэтому сюда специальным герметиком скорее всего это кольцо нужно будет вклеить я видел как наращивают сюда какие-то тоненькие штуки всякие чтобы она там плотнее сидела сюда наносит специальный герметик и даже купил короче сборная фигня ну и сейчас пойдем обозревать верхние опорные подшипки здесь кольцо какой-то смазки все блин какая-то здесь уже вешено мыло а вот это самая второпластовая втулка выглядит она не очень не изношенный фига себе очень странная фигня ну чё чуть-чуть пахнет кислотой да просто чтоб номер проявить где он тут вот он ну и заодно чуть-чуть окошечки можно и так и так что кислота постоял три минутки зелень в этом месте ушла но все равно не читаемая вот тут первая буковка l70 длина диаметр 110 а что такое 60 ду ладно сейчас я это все пошкурю 500 очкой фига не видно когда высыхает я считал номер l7 c в любом случае не по одному из этих номеров ничего не бьется в гугле это очень странно здесь кто-то варварски чистил эту поверхность что не болгаркой потому что смотри какие зазу зазоры прям зарубы серьезные я короче 2000 с водой очистил все чумок всю ржавчину 2000 с водой вообще не оставляет никаких царапок на этой поверхности но кто-то чистил наверное соткой ну да ладно не сильно они испортили но попортили вот колечко внутри я зафиксировал чтобы почистить внутри она выглядит ужасно но на ощупь гладкая какие и вот это кольцо тоже для меня странное кажется что тут это медное кольцо входит внутрь вот этого кольца фигня и перо руля должно вращаться и тереться вот здесь о это вот второпластовое кольцо получается второпластовое кольцо должно быть зафиксировано здесь потому что вот этот подшипник зафиксирован здесь но это мои догадки как на самом деле я пока не знаю задача снять бал я уже подготовил для раскручивания мушты пока тут лазил обнаружил новую неисправность вот эта вот штука гусак на выходе из теплообменника протекает должно быть здесь можно свет включить на мне лень извините в потемках шкварчит курица я принес розовый чехол от ножа чтобы упереть в него поролон чтобы не портить просто это упор этот болт я уже расслабил как ты помнишь это же конечно смотрел видос про поломку двигателя я тогда был чуть более глуп чем сейчас но и сейчас я не очень тогда я эту муфту не пометил сейчас пометил и она тогда у меня перекрутилась не знаю насколько сильно это отразилось на вибрациях речь не об этом речь в том что я просто тебе наговорил что вот эта штука вот надеюсь ты видишь вот этот ставыш он якобы был чтобы увеличить вал поставь проставку вставить но нет это стандартная штука я выяснил посмотрел на таких же лодках это в стоковая комплектация это муфта здесь и была вместо нее теоретически можно поставить какую-то резину ой сорвал еле-еле на лактайте болты на анаэробном герметике поэтому конечно их тяжело откручивать последний будет самый тяжелый тяжело нужен рычаг побольше у меня второй трубы просто нет точнее есть но она не совсем труба ой помогла ну и последний теперь как-то открутить надо с другой стороны а чё тут думать я просто в другой болт переставил точно так же зажал все и сорвал и так нагрузки на коробку нету ладно следующий этап я скидываю эту муфту раскрутить все четыре болта и вал двигая и так и закончил болтать болты вот они в герметике это вечером после окончания рабочего дня вот они очищены либо скрижет дает мне не нравится вот эта муфточка здесь посидит она нам не нужна моя задача сейчас снять вот эту муфту ай-яй-яй точно ракушки там пудричи сейчас я заценю там гайка ее нужно открутить и будет шпуночное соединение вот эту штуку я буду греть и пауком ее сюда стягивать гайку и открутил совершенно обычная гайка самоконтрящаяся на 22 головка пошла легко муфту и и уже конечно будет снять посложнее вот значит смотрите внутри этой муфты там шайба попробую извлечь самое интересное что в валу есть отверстие в моем съемнике тоже вот острая фигня такая еще попробую тогда не пилить эту острую штуку хотела болгарка открыть попробую так паучок накручен и мы с кт вдвоем наверно будем его снимать вряд ли справлюсь один одному надо будет держать чтобы вал не вращался второму крутить вот эту штуку и еще одному держать фен чтобы греть вот эту муфту шайбу я тут не смог выковырять но она там болтается легко думаю не заклинит очень жарко нагрели феном опять я обосрался воняет тут все горячее оно снято ай страшно пошли вниз будем вал вынимать ай хорошо сработал ну и теперь вот для чего мы снимали сегодня первого руля с тобой а то есть это не случайно я шучу и чуть-чуть все не проходит а сейчас попробуем замудрить так все дела не проходит еще чуть-чуть короче законодорезы не проходит прошло а теперь что не идет шпонка походу не дает нужно шпонку доставать там вот такая же шпонка и она не дает выйти и снять ее очень тяжело надо греть вал шпонка ладно пойдем вот она как раз таки шпонка из-за которой мешается сейчас под нагреем чуть-чуть вал а потом я попробую выбить убирай камеру держи грей ай вот она вот она вон как горячее вышло чуть-чуть кота не обожгла смотри пот с меня как стекает вот здесь ставится вот теперь можно доставать вал теперь надо не поцарапать второй раз уже знаю где опасно очень тяжелая длинная дорогая штука надо еще туда подложить чтобы он не сдуло будем спиливать вот этот конторез а здесь вот конечно вал поела жестко он видал прям лунные кратеры а вот эта часть вращается в подшипники гудрича который мы будем менять вот эта часть вращается в стальники дейтвуда по сути он устроен примерно так же как подшипник гудрич а эта часть просто в шафте вращается значит подшипник гудрича я купил не тот я купил тот который был по каталогу а здесь совершенно другой такой полностью резиновый без корпуса а корпусом является вот эта втулка я так понимаю что вот этот шплинт просто вкручен туда он спилен там была шляпка вот и тут видно износ я когда его извлеку извлеку шплинт и подшипник просто достанется и тогда тебе покажу кстати вот чуть-чуть вышел как будто бы вот так добился вот он мерзавчик а вот он пластиковый шплинтик я на него просто нажал и он провалился внутрь отверстий там таких было уже куча да почему может быть кто-то его так менял местами потому что износ то обычно идет снизу вал он как бы лежит на него опирается мне так кажется я купил металлорезиновый ошибник гудрича и он мне не подошел теперь придется искать вот такой я поспешил ну да ладно на ошибках учиться я не знал где мы будем подниматься вот еще снизу такой же шплинт получается и может быть там еще где то есть хотя вряд ли работа посвятить вот этот вот сейчас я тоже извлеку отсюда вечер уже солнце села за эту прекрасную чудесную гору и я не знаю за что хвататься очень много работы и самого простого нужно дочистить вот эту штуку там а как оказается куча трещин гилькоуту который тоже нужно обработать здесь нужно удалить старый герметик все это отмыть починить гилькоут тоже местами это вот кт посуду так моет здесь нужно отпилить ножовку по металлу этот конноторез два болта нужно вмонтировать вот этот новый сикок под стиральную машинку но моя коронка на 3 миллиметра на 4 миллиметра больше чем этот старый сикок меня это немножко останавливает а еще останавливать что они здесь все разномастные будут но с другой стороны у меня есть этот сикок почему бы и не вмонтировать его вот это видимо самый новый был этот самый старый да видно как она деградировала его вообще по идее стоит заменить потому что он может треснуть и сломаться пожалуй я куплю наверное еще один сикок и заменю его я хочу стиральную машинку вывести на отдельный сикок сейчас она совмещена с переливом из газового рундука это нехорошо точнее даже это плохо ну и нужно зашпаклевать киль компонентную грунтовку я только что активировал шкуркой восьмидесяткой сейчас я наложу за несколько еще сфотов вот такую шпаклевку шпаклевку шпаклевка это мне понравилось хотя я еще даже не шкурил вот я решил сразу все шпаклевать блин конечно это выглядит ужасно ну блин мы живем на яхте что поделать вот так вот фэри мэри стекает на дорогу короче сейчас зашпаклюем вот этот вот этот спот вот тот на крыле и вот эти большие все это сохнет от 12 до 16 часов и завтра чтобы разом уже все все шкурить и завтра я еду в магазин тот подшипник гудрича который купил как ты знаешь не подошел ведь откуда царапины я не знаю мы нигде не бились и они появились может быть это старые не заделанные но их тоже нужно заделывать и еще заделывать надо на фарштевне еще надо помыть все батат клеить старые номера отмыть работы очень очень много в понедельник скорее всего нужно будет покинуть лодку на неделю мы отстаем от графика а силы слабые короче я шпатлевать запах у нее конечно специфический сейчас я все это на турецкой открытки буду размешивать что мне не выслал открытку а чё ты адрес не пишешь ну что 30 минут спустя и 3 замеса спустя получаем вот такую вот мазюку которую завтра днем можно будет уже шкурить здесь все замазано все красиво получили похвалы скотемы хозяина ботьярда большой-большую работу проделали мы но еще впереди предстоит многое но в любом случае больше половины работы мы уже завершили половина времени уже прошла все сидим кого ждем давай работаешь такая в астрале еще высоко тоже верно вот надо вычищать сейчас видишь это не мешает учат курочку надо брать и попер цикле ван лежит вот этот циклей это завтра гинькоу там будет прошпаклевываться подшкурить кстати надо ладно пойду руки помою и буду вышкуривать вот эту штуку